Дорогие друзья, добрый вечер. Мы снова вместе. Это прямой эфир из Украины, из города Киева. Проект пророческой журналистики «Другая перспектива». Мы верим, что Бог рядом, и Он не молчит. Среди тысячи событий и фактов мы пытаемся, я думаю, нам это удается, заметить его почерк. Религиозный экстремизм в евангельских брошюрах или необходимость апологетики для апологетов? С удовольствием я представляю тех, кто сегодня работает здесь, в студии, в Киеве. Слева от меня Олег Боровлев, журналист, руководитель различных христианских социальных проектов. Рядом со мной Глеб Спиваков, бизнесмен, лидер христианского бизнес-братства, который видит свою роль и задачу в экономическом процветании церкви, естественно, ради распространения и утверждения Божьего Царства. Юрий Карманович, впервые у нас на программе, из Минска, бизнесмен, соратник Глеба, идеолог братства, как я понимаю. Я убежден, что церковь, слушая твою последнюю проповедь, я вот так понял, ты убежден, что церковь во многом потеряла свое главное преимущество, представлять Бога в силе и в славе, и поэтому церковь нуждается в реформации. Сегодня много тем будет о церкви, поэтому я тебя пригласил. Сергей Разводовский, бизнесмен, лидер организации ЯЕ, которая, как я понимаю, фактически является выражением Христа. Я есть, да, вот у вас на... чтобы не забыли мы, да. Они, друзья, вот все втроем, да, все вносят христианство в определенную волну, не все ей рады, но она есть. И я пригласил вот вас, друзья, чтобы посмотреть на определенные вопросы, на церковь с другой, может быть, немножко нестандартной перспективы. Наша первая тема не очень хорошая, довольно тревожная. Кризис христианства в Европе настолько очевиден, что сегодня массово закрываются церкви. И вот власти стоят перед такой дилеммой, что делать со зданиями. Это, конечно, меня меньше всего волнует, что они будут делать со зданиями, но волнует сам процесс. Почему в Европе закрываются церкви и как воскресить родину христианской реформации? Об этом сюжет. Не менее десяти церквей Копенгагена в скором времени закроют свои двери из-за отсутствия прихожан и доходов, сообщает Этартас. Официальная религия датчан – лютеранство. В большинстве своем они платят церковный налог и пользуются услугами священников как минимум четыре раза в жизни. При крещении, конфирмации, миропомазании, вступлении в брак и при похоронах. Согласно статистике, государственная церковь охватывает 92% населения, однако на воскресных службах присутствует только около 4-5%. Епископство Хильдесхайм в Нижней Саксонии приняло решение в целях экономии и сокращения расходов закрыть 54 церкви. Епископ Трелли назвал закрытие церкви болезненным, но необходимым. Церкви должны быть закрыты не позднее 2020 года и к этому времени будет принято решение, что делать со зданиями – сносить или использовать в других целях. Дорогие телезрители, я напоминаю, что это прямой эфир. Нам бы очень хотелось, чтобы темы, которые мы здесь обсуждаем, имели какую-то реакцию. То есть, это возможность интерактива. На ваших экранах вы видите телефоны, это в разных странах, телефоны, скайп, ICQ. Я думаю, что все возможными способами вы можете связаться с нами, задать нам свои вопросы, возмутиться или наоборот пропеть дифирамбы. Даже позвонить можно в прямой эфир вот сюда. Но давайте вместе посмотрим то, ради чего мы сегодня здесь собрались. Не просто показать себя, не просто сделать какое-то приятное времяпровождение, но есть реальные вопросы. Вот в христианстве кризис, в Европе точно, закрываются церкви. Господа, что вы думаете об этом? Ну, знаешь, Сереж, во-первых, когда, вот если посмотрим всю историю христианства, то мы видим, что когда заканчивается в одном месте, всегда начинается в другом. То есть, ты видишь положительную тенденцию, раз там закрывается, у нас начнется. Нет, на самом деле, это говорит о том, что начинается новый этап церкви. Старые формы, старый подход, он уже не работает. И Дух Божий уже желает двигаться в другой плоскости. Потому что Христос и Его Евангелие, оно имеет силу менять этот мир. И, ну, давай согласимся, существующий формат классических таких традиционных церквей, они потеряли эту евангельскую силу. Они потеряли этот евангельский драйв, посыл. И поэтому, ну, Дух Божий уходит, он ищет, знаешь, ищет группы какие-то. То, что он закрывается, естественно, первый процесс. Да, это естественно, потому что существующие церкви, классические, они уже не меняют мир. Они стали такими музеями, куда люди приходят исправить, как говорится, восполнить свои религиозные нужды. Но Христос, он желает доминировать. Начинается, знаете, я вот, ну, хочу сказать, что начинается новая эра прямого правления Сына Божьего с землей. И церкви, это были, знаете, маленькие островки, которые взрастили, ну, людей верующих. Но сейчас Дух Божий желает двигаться вне церковных стен. Желает войти в те сферы, куда раньше он не входил. Сферы экономики, бизнеса, шоу-бизнеса. В разные сферы общества. То есть ты желаешь сказать, что то, что церковь закрывается, нормальный процесс, скажем, потерявший силу церкви. Это естественно. И она где-то обязательно выльется в другом. Понимаешь, мы отошли, мы начали проповедовать Евангелие церкви, а нам нужно проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Хорошо, Глеб, хватит, иначе ты всю эту тему расскажешь. Давайте справа, Юрий, у тебя есть удивительная возможность сказать. Я лично, честно, я потрясен. Для меня это вызвало какое-то потрясение. Потому что я, с одной стороны, понимаю Глеба, с другой стороны, я понимаю, что когда закрывается церковь, для меня это какое-то... Это страшно. Для меня это страшно, потому что все-таки церковь, ну, как бы, это место, где, ну, как бы, с другой стороны, все тайно становится явно. Понятно, что церковь не закрывается сейчас, а уже давно было где-то что-то потеряно. Но для меня это какая-то вызвало какую-то ревность, чтобы, ну, как-то... Чтобы это не произошло у нас, в нашей стране, потому что мы берем с Запада все самое лучшее. Их технологии, их автомашины, их супермаркеты, их одежду. Может, по инерции заглядят церкви. Я, да, потому что обольщение же такая вещь. Ты, как бы, живешь, как бы, лягушка, она, если ее бросить в холодную воду и подогревать медленно, она сварится. Если ее в кипяток бросить, она быстро выскочит. Для меня лично вот это кипяток какой-то... Мне понравилась мысль, которую ты сказал, что это гораздо раньше началось. Да, все тайно становится явным. Ведь, понимаете, если человек теряет тайное отношение с Богом, то уже, как бы, знаете, приходя в церковь, люди, им неинтересно. Потому что, когда я пришел в церковь, я прикоснулся с Богом. И когда человек прикоснулся с Богом, и творение Божие всегда чувствует это. И оно всегда переживает эти вещи. Ребята, ну, знаете, я думаю, что не только нужно рассматривать церкви в Германии. Давайте, ну, посмотрим правде в лесу. Хорошо, дайте, дайте... Я просто у нас вот такого... А почему вы вообще считаете, что это плохо, если в церковь ходит меньше людей? Почему мы ставим зависимость духовного состояния общества от количества людей в церкви? Нет, ну, во-первых... То есть, главное, главное, чтобы человек имел общение с Богом. Да, ну, понимаешь, мы верим в то, что Бог проявляется через общины. То есть, не когда человек один сидит молится, а когда он собирается в группы. Я согласен, что не нужно собираться в храмах. Но когда собирается даже три человека, исполненных Духа, начинают молиться, и после этого начинают действовать, я считаю, вот эта церковь, она может перевернуть. С другой стороны, можно собрать и тысячу человек, которые пришли на служение, а сидели, аллилуйя, и пошли домой. Я вот хотел бы вот эту мысль, которую Юра говорил о том, что это раньше началось. В 90-е годы, вот путешествуя в Германии, в Голландии, сейчас, Сережа, твоя очередь будет, то ты скромничаешь. Был в церквах, да, и я обнаружил такую тенденцию. В Голландии очень часто было. Идет служение, и недолго идет, может быть, 40 минут, и перерыв, кофе-пауза. Попить кофе и покурить. Вот, то есть, понимаешь, еще служения были, но вот уже было такое страшное, какое-то вот несоответствие. То есть, люди так быстро уставали в служении, что надо было попить кофе, и люди выходили, действительно, выходили покурить. Вот, и потом дальше возвращались продолжать служение. Ребят, давайте поговорим о нашем деле, о нашей стране, потому что, ну что же мы будем говорить в Германии? Я коротко скажу, просто, прежде чем к нашей стране перейдем. Ну, тенденция простая. Церкви закрываются, мечети открываются. В принципе, людей интересует наличие жизни. В конечном итоге, если мы посмотрим на историю, там, европейская церковь, она 500 или 700 лет убивала людей, сжигала красивых женщин, как ведьм. Священники, ну, как оказалось, в большинстве своими были гомосексуалистами. И, по большому счету, Писание говорит, что по плодам их узнаете их. В конечном итоге, зачем туда идти? Ну, допустим, если человек, который должен принять у тебя исповедь, но помочь тебе очиститься по факту гомосексуалист, например, да, в этом жизни люди не могут найти. Почему церковь закрывается? Потому что нет Христа, нет Христа, нет силы, нет премудрости. Вот нам пишут здесь, очевидно, защищает туда католик, говорит, слушай, я вижу в Европе больше заколоченных окон бывших протестантских церквях. Оставайся, тут нет проблем. Нет, ребят, давайте поговорим про нашу, про Украину. И вот идея, я думаю, что мне пришла прямо сейчас. Я думаю, вот это и нас касается, потому что вот то, что сказал Олег тоже. И вот у нас многие люди перестают ходить в церковь тоже. У нас пришло такое эхо процветания. Очень много сейчас, все поглощены процветанием, заработком, деньгами. То есть с 90-х как начался, я помню. Вот, и знаете, вот я думаю, что Европа, она не пережила вот этого вот процветания, может быть. Потому что научиться жить в скудости мы умеем, а вот научиться жить в изобилии, искать Бога. Нет, Европа наоборот на процветании жила, а мы сейчас учимся. Нет, она на процветании жила, и вот дожила она. Понимаете, мы даем факт, потому что Европа процветающая страна. Я вернулся недавно с Италии. Но она и процветающая стала, потому что когда-то было пробуждение. Когда-то было, да, как Павел сказал, велико ли это? Если мы поселили вас в духовное, пожнем телесное. Это невелико. Когда мы, узнав Бога, начали хорошо работать, зарабатывать. Ну да, а как же мы сейчас? Если мы перестали, да, став богатыми, искать Бога, духовной жизнью жить, понимаете? То есть по-настоящему духу, понимать, что эти деньги это ничто. Что в этом мире все это вообще... Мне, Юрий, приятно слышать, Иисус, бизнесмен. Я бизнесмен сам. Я честно говорю, я когда был, например, бедный, у меня был кризис, я искал Бога, я сутками молился. Как только начал много зарабатывать, я чувствую, что, знаете, какое-то приходит расслабление. То есть реально Иисус сказал, есть два источника, есть Бог и есть Мамона. И нету третьего. Он говорит, даже дьявол здесь ни при чем. И я думаю, мусульман здесь ни при чем. Знаете, такая вещь. И я желаю всем нам, нашим украинцам, белорусам, россиянам, не пережить вот это, знаете, как-то научиться жить... Святое довольство. Да, научиться жить в изобилии, остаться верующим, страстным. Почему у меня я с Глебом тусуюсь? Друзья, так почему вы уцепились именно за церковь, за количество людей в церкви? Нет, но сейчас в другое время человек может в интернете слушать проповедь, в интернете смотреть прославление. В интернете духовно расти. Олег, я не думаю, что мы уцепляемся за церковь. Нет, понимаешь, смотри, измени цель церкви проявить Христа. Не просто проявить Христа, Христос, проявить Его Евангелие, принести благую весть. И это проявление может быть только через церковь, через собрание. Через собрание святых с поручением от Духа Божьего, от Иисуса Христа. В одиночку ты не изменись. Если человек дома встречается. Олег, ты говоришь с позиции, что человек сидит дома, смотрит что-то. А что он смотрит? Вот что он по интернету смотрит? Он смотрит прославление. А церкви закрыли? А где прославление? Закрыто все. Где он смотрит прославление? Ну, может быть, не надо столько много церквей из-за того, что... Нет, вообще, то, что закрылись эти церкви, это хорошо. Слушайте, ребята, это хорошо. Я хотел вот что сказать. Я не знаю, что человек делает дома, но знаю, что по статистике к 2025 году в России каждый второй гражданин России будет этнический мусульманин. Я не оцениваю, плохо это или хорошо. Я не говорю, что мусульманство плохо или христианство хорошо. Я просто говорю вот о чем. Что если мы, ходя, ну, допустим, не ободримся, если соль потеряла силу, да. Если не будет силы, не будет Христа, и, допустим, люди, ходящие там в храм, будут спиваться, дети будут наркоманами, то... Но давайте сделаем выводы какие-то. Вот то, что мне уже как бы... Нам нужно научиться жить не только... Изобилие и процветание определенное. Не потерять Христа, не потерять его миссию, и иметь в полном смысле слово, как сказал Давид. Лучше никто ничего не скажет. Что только одного... Он сказал, когда был богатейшим человеком, он пожертвовал на храм 35 миллиардов долларов. И он говорит в псалме своем, только одного и ищу, только одного ищет душа моя. Только одного. Задумайтесь, что ты ищешь, Давид, чтобы пребывать мне в доме твоем, то есть в присутствии твоем. Вот если вот это мы не потеряем, а когда присутствие Божьего у человека есть, ну, знаете, я не знаю, что объяснить. Энергия, сила и какое-то удовлетворение, понимаете, которое не даст ни супермаркеты, ни Диснейлейды, ни магазины. Но именно в общине. Вообще, в общине. Она может быть большая, может быть маленькая. А там может быть миссия. Это может быть, это не обязательно классическая церковь. Я за то, чтобы церкви не закрывали. Да, да. Ну, слушай, ну такие церкви, они по-любому. Ну да, да. Там, где дух уходит, где нет помазания, где нет видения, где нет евангельского духа, евангельского вот этого, понимаешь, поручения, то в любом случае это все закрывается. И у нас же, у нас же тоже, в Украине и в России происходит процесс, ну, мы все говорим, реально цифры об этом говорят, что за последние 10 лет количество... Да, кстати, в Украине тоже есть статистика, что уменьшилось количество церквей и количество прихожан в церквах. И вот какая мысль? Мысль, что один этап всегда сменяет другой. Я помнишь, рассказывал историю про человека, который во время коммунизма жил, жертвовал, сидел 15 лет в тюрьме за то, что он верил, за то, что он печатал Библии. И когда пришла свобода, он... А, и он сидел еще 5 лет получил за то, что не хотел работать по воскресеньям. А когда пришла свобода, он... В воскресенье пас козу, вот, выгонял. И как бы, ну, никто его уже не преследовал, ты мог свободно идти в собрание, но он просто сам добровольно пас свою козу, да? Да, и не ходил на служение. О чем это говорит? Что был один этап, когда нужно было ходить на служение. Но сейчас другой этап. Сейчас Дух Божий движется. Он хочет прийти туда, где каждый день дьявол унижает людей. Это сфера общества. Это не территория церквей. Это там, там, где наркоманы. Там, где люди каждый день находятся в кризисе, в финансовом рабстве, в болезнях. Туда Бог хочет, чтобы церковь в форме общин, отделенных людей пришли и принесли ответы от имени Христа. Потому что Христос продолжает быть ответом для мира. А если церковь только просто решает вопросы собраться, просто собраться верующим людям. То есть как культура. Как культура. Или даже просто как, ну, как вместе поклониться Ему. Нет, Иисус хочет проявиться через церковь. И церковь должна пойти в мир, в общество, чтобы менять его. Вот о чем речь. Если мы не ставим такую цель, такая церковь закроется рано или поздно. Хоть она католическая, протестантская, харизматическая, любая, закроется. У меня есть реплика. У меня есть реплика. Вот смотрите, допустим, люди ходят в баню для того, чтобы в бане был жар. Если жара в бане не будет, люди туда ходить перестанут. Понимаете? Если в церкви нет Христа, никто туда не пойдет. Такая правда. Потому что церковь помогает человеку превратиться в образ и подобие Божие, наполниться Христом, как Павел об этом говорил. Смотрите, о чем я, ну хочу, я очень уважаю, люблю наших телезрителей, но я смотрю, о чем идут молитвы. Помолитесь за меня. Там то сделайте, то, то, то. То есть, ну, кто-то бы напишет, дорогие мои, напишет, слушайте, расскажите мне, как мне изменить мир. Как мне изменить мой город. Как мне вообще... Дайте мне инструменты. Помогите мне, а не просто на уровне нужд. Помогите, сделайте, знаете, Господи, помоги, Господи, сделайте. Здесь нет невежества есть, потому что люди в основном просят нужды, вот я тоже считаю список нужды. Но надо понять, что Бог восполняет все наши нужды, а Бог интересует, что ты хочешь. Давай, поставь цели, возьми ответственность за того, давайте возьмем... Измени жизнь кого-то. Что ты хочешь, вот именно. Откажись от своих нужд, начни служить, отдавай себя другим людям. Бог восполняет, и Бог восполняет все нужды. И он начнет, он у тебя исцелит, даст тебе прорыв. Хорошо, на эту тему у нас время как бы заканчивается. Дорогие телезрители, я хочу просто вас вот суммируя вдохновить, что не закроется та церковь, где есть жар. Где есть страстное, влюбленное состояние верующего. Та церковь вообще, она не может закрыться. Потому что эта церковь, там где человек, там будет эта церковь. Он обязательно построит церковь, он построит храм, он его не сможет просто закрыть, потому что там будет жизнь. Поэтому пусть нас никогда не наступит то время на Украине, в России, я говорю сейчас русскоязычным вот христианам, которые понимают меня, чтобы не наступило то время, когда некому идти в церковь. Пусть будет жизнь. Поэтому сегодня надо думать. Я думаю, что отступление в Европе, оно было постепенным. Сначала пивко, потом еще что-то, потом жизнь для себя, потом воскресенье просто как культурное времяпровождение, а теперь отпала нужда идти. Можно в интернете посидеть, что-то посмотреть. Поэтому оставайтесь страстными, оставайтесь влюбленными, чтобы на наших церквах не висел плакат «Церковь закрыта, все ушли на фронт». Да, поэтому мы переходим к следующей теме, которая как бы связана. Вот как братья православные решают в России вопрос незакрытия церкви. Священники-байкеры, священники-рокеры. Кто-то в восторге, а кто-то хватается за голову и думает, что церковь окончательно сходит с ума. Об этом следующий сюжет. Известный православный миссионер Игумен Сергий Рыбко, ведущий работу с неформальной молодежью, заявил, что в ближайшее время надеется получить аудиенцию патриарха Кирилла, чтобы пригласить его в какую-нибудь хорошую аудиторию на встречу с рокерами. Подобная встреча уже проходила три года назад в отделе внешних церковных связей московского патриархата, который возглавлял будущий патриарх. Игумену Сергию без сомнения можно поставить в заслугу не только обращение в православную веру сотен юных неформалов, но и то, что он организовал для митрополита, а ныне патриарха Кирилла, рок-лик-без. Весной 2006 года он и диакон Андрей Кураев привели в гости к главе отдела внешних церковных связей московского патриархата Константина Кенчева, Юрия Шевчука, братьев Карамазовых и других известных музыкантов. Однако у подобных тенденций внутри православия, безусловно, есть и немалое количество оппонентов, которые, по словам пастыря рокеров, считают нужным его лягать. Мне понравилось, мы назвали эту подтему рок-лик-без для православных. Это, конечно, мужество, потому что, когда смотришь на традиционное православие, это сложно представить себе рок-концерт или еще что-то. Но вот как вы относитесь, совместимо это вот с христианством, неважно сейчас православие или протестантизм, вот такие субкультуры. Да молодцы, православные братья, ну, крутые, ну, класс. Это вот потому у них и влияние есть в России, потому что они не просто сидят у себя в храмах. Ты правда думаешь, что влияние православия в России, что они очень активно работают в субкультуре? Ну, а у них какое-то влияние есть. И я думаю, что основное влияние, это то, что они выходят из своих стен. И идут, по-своему влияют, там, в политике по-своему, ну, это другой вопрос. Но именно они влияют, они влияют в этих всех сферах, в этих рок-концертах. Это же не первое. Ну, видишь, там в самом есть как бы разногласия, ну, я думаю, что большинство очень возмущается. Надо б на лягать. Когда я писал это, то есть, про что такое лягать? Ну, я говорю, знаешь, вот как корова может лягнуть, вот, или конь, да? То есть, ну, вот, само напряжение создаётся, потому что они считают, что церковь должна быть неким незыблемым, таким, знаете, хранителем, как бы, вот, традиционного, исторического, как бы, вера. Церковь — это проявленный Христос. Христу отдана вся власть на небе и на земле. Это значит и в шоу-бизнесе, и в экономике, и в политике, и во всех сферах. И наша задача — приготовить все сферы к пришествию Христа и установлении прямого правления. Лично Иисус будет править всем. И поэтому я считаю, что такие действия, они продвигают, продвигают, ну, в этом направлении. Скажите, ну, вообще, как это связано с христианством, с духовным ростом человека? Ну, вышел-вышел батюшка с рок-музыкантом на сцену. В основном зрители хорошо подогретые пивом. Ну, хорошо, они покричали, там, да, Христос король или ещё что-то. Потом они вышли и тут же об этом забыли. Олег, а как Христос шёл к, он был, опять, друг мытарей и грешников? В принципе, Христос то же самое делал. Практически, Олег, я вспоминаю сейчас историю, одну секунду. Лет 12 назад я приехал на конференцию в Киев-Христианскую. Мы с Глебом познакомились. А Глеба был в ночной клуб. И Глеб у меня в 2 часа ночи говорит, поехали в ночной клуб. Мы приехали в ночной клуб. Он выходит, сидя... Он был верующим? Он был верующим. Только показался. У него был ночной клуб. А я уже был такой, знаете, патриот такой. Ну, как бы, первые годы это горел сильно. Ну, я сказал, я должен быстро-то сгореть. Ну, вот в 17 лет что-то не сгорается как-то. И Глеб выходит такой. А я уже, знаете, давно в ресторанах не был клуба. Я испугался. Я стою, господи, молюсь. Куда я попал? Худые сообщества. Глеб выходит, а он такой простой. Глеб говорит, здравствуйте, друзья. А все сидят там, пьют. Девушки, ребята. Курят. Такие все. Он говорит, я хозяин этого ресторана. Вот ко мне приехал друг с Минска Юра Гравановича. Он вам расскажет свою историю. Я выхожу, на меня свет. И я начал пропадать и ванглась. Ну, свидетельствовать. На следующий день я видел многих людей, которые были в этом клубе. Они пришли на конференцию. Вот оно. Я понимаю, согласен абсолютно с тобой. Но при чем здесь рок-музыка? Зачем использовать рок-музыкантов? Ну, зачем? Слово использовать нельзя. Почему слово использовать? Они благовествуют. Они им что-то говорят. Ну, как благовествуют? Я знаю, что ты в свое время привозил всяких звезд, когда был неверующий. Ты сейчас этим не занимаешься, случайно? Может быть, ты не используешь какие-то методы важные? Я хотел сказать, что в церкви главное не форма, а главное содержание. Бог не лицеприятен, и Он одинаково смотрит как на священника, так и на рокера. И для Него регалии значения не имеют, потому что Он любит каждого одинаково. И за каждого одинаково Иисус Христос умер и дал жизнь вечную каждому, кто принимает Его как своего спасителя и искупителя. И какая разница, какая форма, вообще этот вопрос не имеет смысла. Бог любит рокеров, любит священников и любит любых других людей. И всем нужен Христос без исключения. Если они готовы Его принять, то и церковь должна их принять. Есть такой анекдот, я не знаю, знает его кто-то или нет. Когда молодой человек стоит у дверей в церковь, стучится, а ему не открывают. Но стоит кто-то рядом с ним. Он говорит ему, тебя что, тоже не пускают? Он говорит, да, не пускают. Говорит, и меня не пускают. Говорит, а ты кто? А я Иисус. Ну, я думаю, вот какая логика, я Олегу хочу ответить. Вот смотри, люди, популярные люди в этом мире. Допустим, рок-звезда какая-то, да, популярный. И любит его молодежь, все. И вот он, используя свою, допустим, популярность, выходит и говорит, я люблю Иисуса. Вот предположим, да. И это, возможно, будет очень сильным влиянием для молодежи. То есть, не думаешь ли ты, что, допустим, православные священники, которые увидели эту возможность, у, допустим, тот же ДТТ, да, у них очень сильные тексты есть. Допустим, они увидели, что это люди глубоко верующие. Друзья, ну, давайте мы все-таки различать веру и влечение кумирами. Есть ли какой-то парень, влюбленный, для которого Костя Кинчев является идолом. Из-за того, что Костя вышел и сказал, что я верующий. Он пойдет в церковь. Так из-за чего он приходит в церковь? Из-за веры, из-за покаяния? А там он может быть встретиться с Иисусом. Смотри, когда человек обращается в веру, это есть, и он начинает свидетельствовать об этом. Если какой-то известный человек обращается в веру, и он начинает свидетельствовать, это проявленный Христос, который показывает, что Христос работает даже в жизни любой людей. Мы здесь читали интервью того же Кинчева, который говорит о том, что надо из России и Украины сделать одно государство, посадить столицу в Киеве, женить детей с детьми Виндзорской королевы и тому подобные вещи. То есть после вот этих вещей он говорит о вере. То есть давайте все-таки... Давайте поговорим уже, я короткую реплику сказать. Писание Павел говорит о том, что даже если не искренне проповедуют Христа, то все равно я радуюсь, что проповедуют. И тут просто опять-таки мы не должны придираться к форме, нам надо искать содержание. А содержание простое. Каждый должен принять Иисуса как Спасителя, неважно Рокерта или нет, он тебе нужен как Искупитель. И если ему не поможет священник, то вопрос, кто ему тогда вообще поможет? Я думаю, что мы имеем дело с очень давним конфликтом. Смотрите, Иисус пришел и он дружил с сомнительными людьми. И люди, которые были носители как бы на то время веры в фарисеи, они очень смущались от этого, они возмущались. Как это может быть? Я думаю, эти же конфликты преследуют и протестантизм сегодня. Когда, допустим, мои родители, они привыкли в определенном ключе поклоняться Богу. Вот так происходит служение. И, конечно же, это абсолютно неприемлемо. Более того, я скажу, мне очень сложно на рок-концертах. Мне это не нравится. И мне кажется, что это очень сложно Христу там пробиться. А ты еще провода вырвала у нас на конференции. Это не я был. А я помню такую историю. Я помню такую историю. Я был в Москве в одной церкви пятидесятнической, где люди мне рассказывали, кто организовал церковь, что их выгнали с Украины, из пятидесятнической церкви, за то, что они в церковь принесли барабаны. Ну, такое могло быть. Принесли барабаны. И потом прошло время, и вот у них там церковь барабанят, и они выгоняют диджеев за то, что те в церковь принесли диски. Но мы не об этом говорим. Мы говорим о том, чтобы использовать музыкантов для пропаганды веры. То есть, извините, но если мы коснемся, например, ваших лагерей «Белые ночи», то я так думаю, в основном молодежь туда едет просто потусоваться и поразвлекаться. И послушать. Ну, это моя точка зрения. И послушать известных музыкантов. А драться передачи можно или нет? Потому что молодежь говорит, будет там Новый Иерусалим или нет? Кто там будет из известных музыкантов? А, да, почему? Потому что для ребят, например, Новый Иерусалим, это люди, которые несут Евангелие. Это пример, за которым надо стремиться. Павел говорит, подражайте мне. А пастор в церкви, значит, не несет Евангелие. Нет, он несет Евангелие, просто ребята, например, Новый Иерусалим, они несут в такой молодежной форме. Потому что это даже Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И вообще система подражания в теле, ну и таким мощным служителям, которые уже движутся в Духе Святом, которые просит много плода, я думаю, это хороший пример. Но почему-то не служителям, они подражают не служителям, они подражают музыкантам. Не-не-не, служителям. Это немного разнообразие. Мы на Белой Ночи приглашаем музыкантов-служителей. Это наш формат. Олег, Олег, уже здесь... Олег, ты попал здесь уже в проблему, люди пишут. По мнению Боровлева, если человек не протестант, то проповедовать он не может? Нет, по моему мнению, проповедовать может любой человек, безусловно. Я против того, чтобы использовать музыкантов как людей, как путей для того, чтобы приводить к вере. Да, безусловно. Это, по-моему, даже нечестно с какой-то стороны. Друзья мои, я думаю, что время на эту тему у нас подошло к концу. Смотрите, я думаю, очень хорошая мысль прозвучала, когда ты рассказал «За ночной клуб». Я думаю, что проповедовать специальным, скажем, экстремальным каким-то субгруппам должны люди сильные, духовно. Которые бы не попадали сами под влияние. Они были бы настолько сильные в духе. Я вот поэтому не было реплики, пришла идея. Ведь, Олег, вот эти люди, которые вот... Ну, я их не знаю лично, но все люди, которые что-то влияют, это не простые люди. Это люди, которые чего-то добились не просто так. Это люди, которые к чему-то стремятся. И очень хорошо эти люди, как раз они приходят к Богу. По сути дела, все они ищут Бога, то ищут по-разному. И мы как раз этим людям нужны. Если мы станем ответом для них, а то они... Влиятелям людей не лентяй, не ротозей. Это люди, поверьте, которые что-то в жизни пашут, работают. Которые, знаете, не в один с утра встают. Это мы видим их уже таким влиятельным. На самом деле, за них стоит кропотливый труд. И я думаю, что этим людям как раз мы нужны. Им нужна Евангелие. Потому что, по сути, они и ищут вот этого, знаете, просто через трюк, через музыку. Хотя я думаю, Юра, хотя я думаю, что вот, конечно, среди этих людей есть просто, ну, оболтусы, которые ничего не хотят. Которые просто любят там оттащиться по... Нет, оболтусах не будет никто слушать. Нет, нет, я имею в виду, что просто люди, которые любят рок-музыку, там все. И они там, ну, как, копируют этих вот великих, да, или цельных каких-то людей. Но это все сегодня не вопрос. Вопрос в том, что если мы будем очень сильными в духе. И будем способны евангелизировать любую группу людей. И влиять на любую группу людей. То эти люди станут истинными приверженцами христианства. Вы сегодня пример. У вас были ночные клубы. У вас была совершенно другая жизнь. Но влюбившись в Иисуса, я же знаю, как вы живете. Вы поменялись и стали жить для Иисуса, используя весь свой потенциал для Иисуса. У меня появилась идея пригласить этого священника на фестиваль «Белые ночи». Классно. Да, я думаю, что... Ну, хорошо. Приедет. Мы прервемся сейчас на рекламную паузу. И после этого вернемся в студию с новыми темами. Если у меня был папа, то он вот такого мишку мне купил. Если у меня была бы мама, она мне вот такой бы мячик купила. А мне нужно и мама, и папа. Тысячи сирот в России и Украине мечтают найти папу и маму. Проект национального усыновления «Ты будешь найден» помогает им встретиться. Помоги одному из них. Именно там, в палатках, они получили, каждый получил видение своей земли. 17 по 31 июля раскинет тысячи шатров фестиваль «Белые ночи-2010». Больше всего, чего я не ожидала, это то, что этот фестиваль изменит мою жизнь. Роман Лида! Новая королева красы Украины! Более 60 команд. Политивы из Польши, Германии, Белоруссии, Руси, Москва, Санкт-Петербург. Для проведения семинаров и мастер-классов приглашены ведущие специалисты из разных стран. Профессионалы в области телевидения, шоу-бизнеса, здоровья и красоты, сельского хозяйства, социальной работы с молодежью будут преподавать свой опыт совершенно бесплатно. Лазурный берег, белоснежный песок, концерты на берегу моря не должны помешать тебе получить откровения о твоей земле. Фестиваль «Белые ночи-2010». 17 по 31 июля побережье Казантипского залива. Хочешь принять участие в крупнейшем музыкальном событии года, фестивале «Белая ночь» в Крыму? Хочешь и раскрутить свою музыкальную команду на современном рынке шоу-бизнеса? Конкурс «Фестиваль «Новые звезды»» предоставит тебе эту возможность. Конкурс проводится в рок, хип-хоп, поп и дэнс номинациях. Победители в каждой номинации ожидают запись сингла и съемка клипа. Если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно. Стань светом этому миру! Что самое дорогое на земле? Слышать веселый смех ребенка, видеть его счастливые глаза. Но несмотря на эту истину, в наше время дети живут на улице, переносят голод, терпят боль и насилие. Уже 10 лет славянский христианский детский дом «Паруса Надежды» в церкви «Добрая весть» борется за счастье каждого ребенка. Множество детей здесь благодаря этим людям обрели приют, вернулись к своим биологическим родителям или попали в новые дружные и любящие семьи. Сегодня ребята счастливы благодаря добрым и открытым сердцам тех, кто вкладывает в это благородное дело свое время, силы, финансы. Эти дети очень нуждаются в вашей поддержке. Что мы можем сделать для них? Им нужны простые вещи – хорошее питание, спортивный инвентарь, одежда, школьные принадлежности и многое другое. Как же им помочь? Вы можете поддержать детский дом «Паруса Надежды», позвонив по указанным телефонам и получив необходимые для этого реквизиты. Только мы с вами способны своей жизнью без слов рассказать этим ребятам, что есть люди, для которых они очень ценны. Итак, дорогие друзья, Киев, прямой эфир, проект пророческой журналистики «Другая перспектива». Вы можете нам писать, звонить. И я вижу вот звоночки, которые буквально сейчас поступают, просят контакты «Белых ночей». Там вот мы это уже показали. Люди еще реагируют на предыдущую тему. Спасибо вам, мы все это видим. Но нам нужно очень быстро двигаться к следующим темам. Наш следующий сюжет о якобы такой новой волне экстремизма среди протестантов. Прокуратура Ростовской области предостерегла главу Южного епархиального управления Российского объединенного союза христиан веры евангельской Эдуарда Теремова о киндопустимости осуществлений экстремистской деятельности. Предостережение было объявлено по результатам прокурорской проверки, в ходе которой были получены сведения о возможных нарушениях. В связи с использованием религиозной литературы представителями религиозных объединений «Исход». В распространяемой литературе содержится резкая негативная оценка конфессий иудаизма и ислама, выражающая неприязненное отношение к ним. В одной из книг имеются прямые и скрытые высказывания уничижительного характера по отношению к представителям отдельной конфессиональной группы «Свободным масонам», говорится в сообщении. Как заявили в прокуратуре, использование такой литературы в дальнейшем будет свидетельствовать о нарушении законодательства, о противодействии экстремистской деятельности, что недопустимо. Ну, я это назвал «протестантский экстремизм, высосанный с пальца». Вот мне кажется, если вот об этом говорить, то здесь вообще никакого экстремизма нет. Ваше мнение? Ну, смотрите, я вот не знаю, как именно по этому случаю. Я так думаю, что вот то, что говорит Ефиф Кападо, да, может быть, там все было корректно. Но вообще, наверняка, нередко протестанты, ну, можно сказать, грешат тем, что говорят, что православные неправы, тем, что иудеи неправы, я не знаю, мормоны точно так же. Ну, а как ты считаешь написать «все правы»? Не, я понимаю, но люди имеют право на свою точку зрения. Во всяком случае, эту точку зрения надо уважать, не уничижать ее. То есть, говорить, объяснять то, во что мы верим, но сохраняя именно моральность и толерантность к другим людям. Если ты что-то говоришь от имени Божьего, радикально, тебя будут гнать. Ну, вот Христос гробы открашивает, это как вот считалось? Это нормально. Он говорил к христианам, то есть, он говорил именно, ну, к тем людям, последователям своей религии, можно так сказать. Нет, нет, почему? Он говорил к народу всего. Это были иудеи. Ну, и что? Это были иудеи именно, а он не как. Ну, я думаю, Олег, Иисус говорил всему миру, эти слова актуальны сегодня. Вы знаете, я залез в интернет и почитал за эту вот, за исход, да. Это обыкновенное, пятидесятническое российское движение. Нормально зарегистрировано, адекватные люди. И на них очень много гонений за успешные репцентры. И мнение такое было, невозможно освободить наркомана. Они говорят, что освобождают, значит, они врут. То есть, я думаю, вот хочу связаться с предыдущими темами, о которых мы говорили, закрытие церквей в Европе. Видите, там закрывается церковь от отсутствия, как бы, жизни, да. Здесь церковь живет, реально действует, и на нее давление, я думаю, это один и тот же дух, вот, антихриста, который пытается как-то бороться с церковью. Церковь, которая живет, которая меняет людей, она будет гонимой. Так что, я думаю... Все нормально. Все нормально. Все, прошли. Проблема не в проблеме. Следующий вопрос. Да. Поэтому мы переходим в следующую тему, очень интересная тема. Снова у нас Европа. На этот раз любовницы католических священников обратились к Папе Римскому с просьбой отменить целибат. Вот поэтому церкви закрываются. 40 итальянок обратились к Папе Римскому Бенедикту XVI с беспрецедентным обращением, в котором просят его отменить целибат, сообщает сегодня на пресс-ару со ссылкой на публикацию в британской газете The Garden. Любовницы католических священников и монахов написали, что священнику необходимо жить среди его братьев-людей, испытывать чувство, любить и быть любимым. Лишь три женщины поставили под письмом свои имена. Остальные же, их около 40. По словам одной из участниц акции 42-летней Стефани Соломоны, предпочли остаться анонимными так, как тема щекотливая, пишет газета. Ну, ваше мнение? Игорь, отменить? Ну, я думаю, что это ответ, почему в Европе сложности. Ну, что именно? Потому что, ну, вот это, в принципе, показывает, что вот уже вот эти приходят женщины, что с такими, ну, как бы, можно сказать, требованиями, что есть любовницы и так далее. По-моему, я не знаю, откуда в католичестве возникло вообще все это, я не знаю, на их соборах как-то. Но для меня есть, как бы, знаете, критерий истины. Иисус пришел, он, знаете, дал критерий истины, потому что к нему тоже приходили и говорили, а вот разводится жена, если она плохая, если она это, если она такая кривая, если косая, если это. Моисей же говорил бы, а Иисус ответил, вначале было не так. То есть, чтобы понять, нужно смотреть на начало. А вначале было как? Бог дал мужчине женщину, говорит, нехорошо человеку быть одному. Будь вместе с женщиной. Другое дело, человек принимает какие-то решения, я не знаю, но я для меня семья, но человеку нехорошо быть одному, это факт, Бог сказал так. Бог, который создал человека, он понимает, нехорошо. Я не знаю, почему у католических так священников там. Я считаю, что, конечно, я сам не принимаю целибан. Это первое. Я думаю, жена твоя весь сейчас может брать, она очень рада. Но, если братья наши католики решили, что они будут, потому что, как Павел говорит, кто решил обрезаться, понимаешь, ну не жениться, хранить себя, и они решили. И я считаю, что это их решение, и каждый, кто католик, становится католиком, священником, он добровольно это делает. Его никто не заставляет. Ну как добровольно? Не, его никто не заставляет. Он добровольно соглашается принять обет безбрачия и не жениться всю жизнь. И поэтому, это его выбор. Кстати, если он перестает быть священником, выходит, он может жениться. То есть, это, я считаю, что если братья, какая-то группа католиков, например, священников, согласилась, значит, пусть у них это будет. А то, что там у них вот это вот движение, это идет, ну, значит, просто нужно очистить ряды. Пусть выходят из католиков. Но, если они договорились, понимаешь, хранить себя. Потому что, это по Писанию Павел говорит, кто, ну, вы так, а я так, а я решил не жениться. Хотя, я сам не жениться. Ну, он сказал, Павел, что, я говорю, что, кто собирается, вам будет тяжело. Тяжело. Да, вам будет тяжело женатым служить. Не женатым и прочее, но тоже тяжело будет. Да, ну, у нас, конечно, допустим, как вот, скажем, у людей, которые там, христиане, там, близкие к протестантским кругам, у нас, мы приняли концепцию служить жена и муж. Ну, лично у нас в семье есть жена и муж. Я и мой дом будем служить Господу. И это, конечно, благословение. Надо посоветовать, поговорить с папа Ринским. Серёж, ты когда будешь встречаться? Я думаю, что, я думаю, Глеб, смотри, я думаю, что может быть такое время... Папа Римский как раз совсем недавно высказался по этому поводу. А Папа Римский тоже целибат у него, да? Ну, конечно. Ну, друзья, смотри, то есть, насколько я понимаю, в католической церкви есть два уровня. Первый, это низкий, как бы сказать, низкий уровень священников. Они имеют право быть женатыми людьми. Второй, более высокий. Они уже, и тогда получается, как бы непонятно. То есть, люди вроде и карьеру хотят сделать, там, достичь высот каких-то, и жену поиметь. То есть, и тогда Бенедит 16, он говорит о том, что это цена за карьеру. Они всё равно же, я понимаю, имеют любовниц каких-то. Ещё хуже миллиард раз. Ну, так тогда это, ну, это же их проблема, а не проблема целибат. Это же вообще мутавство. Это вообще финиш, когда, это уж самое ко мне, ну, это, знаете, это придёт домой, какая-нибудь там любовница, и скажет, а можно я буду там второй или третьей женой? Это вообще, это страшно, когда такие вещи. Нет, ну, то, что любовница, это понятно, это зло. И вот я так понимаю, что эти женщины говорят, посмотрите, какое зло. Вы придумали этот целибат, а мы тоже хотим своё счастье, и эти священники хотят счастья. То есть, они говорят, законно отмените, и всё будет законно. Мы с людьми в праздство выйдут, и всё будет законно. По советованию перейти в протестанты, где всё нормально, да? Да. Есть что-то, что порой происходит против воли Божией. Ну, например, люди договорились и строили Вавилонскую башню, да? Это было противодействие воли Божией. И изначально Всевышний лично сказал, плохо человеку быть одному. Да. Плохо. Есть особая благодать, о которой говорит Павел, но она не тотальная благодать. Это человеческая придумка, вследствие которой человек идёт против воли Божией, ломает себя, насилует, в конечном итоге становится либо педофилом, как оказалось, либо гомосексуалистом. Ну, то есть, сейчас... Насто мало скандалов женатых. Не, у меня... Смотрите, сейчас просто... Не знаю, то есть... Семьев, я себе... И вот я согласен, то, что мерзко. Может быть, временно. Вот, например, сейчас в Европе нужно там на год всем оставить... Ну, не на год, а на полгода оставить жен и в посте и молиться поднять Европу. Да, вот на этот момент можно оставить, но потом вернуться в семью. Европа вставает. Ради кого ты в Европу попадаешь? Ради семьи, деток своих. Ну, насколько я понимаю, что... Люди взвалили на себя, как Хрисус сказал, бремена неудобно носимые. Какая-то же логика у них есть в этом плане? Писание говорит однозначно. Плодитесь, размножайтесь, наполняйтесь землетворением. В этом воля Божия. Писание точно так же говорит, кто имеет действительно вот эту благодать, тот служит. Служите Господу. Это даже лучше, чем быть женатым. Может быть, не для всех. Я понимаю, что без моей жены я вообще б там бомжом. В церковной церкви, получается, целибат это как присяга в армии. Человек тянется служить Богу, хочет у него есть потребность. Он хочет быть священником. Он приходит быть священником и говорят, слушай, а у нас такие правила. Он имеет право быть священником низкого клира. Он хочет карьеру. Он имеет. А вот тогда выбирай. Или карьеру, или жену. Выбирай тогда. А знаете, наверное... Кто и то хочет? Он выберет карьеру и любовницу. Наверное, логика была, потому что написано, никакой воин не связывает себя делами житейскими. То есть, очевидно, пока вот очень идет бурное развитие церкви, как бы вот такое, ну, сила, да, есть. Человек посвященно служит Богу, и он как бы легко переносит свое одиночество, и он как бы посвящен полностью. Но представьте, если закрывается церковь, ушла эта сила, движения нет. И человек сидит еще и одинокий ко всему. Как бы и силы нет, и служения нет. Он видит свою какую-то бесцельность, и жены нет. И тогда он думает, может, и не надо вообще. Олег, 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 знаете еще, Олег, Олег, вот Сергей, такая у меня идея возникла. То есть, им надо или духом с этой бесцельницей, или отменить селибат. Может, как идея для моих братьев-католиков, что как бы низшая форма, это там ты можешь женатый быть, а высшая форма неженатый. Я думаю, что человек как никогда, знаете, с него все вылазит, или он в семье показывает, кто он есть. Потому что настоящее служение, оно в семье-то начинается. Настоящая проверка, кто ты такой, она-то в семье. Если у тебя в семье, ты не сможешь построить церковь, ну, духовно, с своими детками, то психиатру расскажи, что ты строишь там что-то великое. Семья, на самом деле, не абуза. Это та твоя маленькая община, та твоя церковь. Я по себе служу, потому что у меня пять деток, супруга. И это не просто, вот знаете, вот. И в этом, как говорится, все-таки у нас термины есть хорошие. Происходит твое обрезание, смирение. В семье ты учишься молиться. То есть, священник был бы лучше, если была бы моя жена. Понимаете, лучше бы. В данном случае, я по своему контексте лучше. Наша программа выражает благодарность всем женам, жителей, которые... И мы заявляем, что Павел был неправ. Нет, ну, мы не заявляем. У Павла, ну, надо тоже смотреть, в каком контексте он все это писал. Кстати, за что борются эти женщины? Иисус сказал, ну, эти вещи. Вначале не было так. А как было вначале? Сам Бог сказал, нехорошо. То есть, это слово, если перевести с греческого, там, может быть, и тяжело было. То есть, в Библии есть некоторые места, которые, ну, неправильно. Нет, нет, есть просто истина, есть истина. Она есть оригинальная истина. Она вначально. Смотрите, друзья, какие интересные приходят. Мы очень благодарны, дорогие телезрители, за звонки и за смс, за скайп. Смотрите. Человек один пишет, кто-то пишет, что приводит место Писания, что это отступление. Потому что есть место, которое записано через лицемерие лжесоветников, сожженных в совестих, запрещающих вступать в брак. Одно вот такое интересное. Но интересно второе здесь сообщение. Павел говорил в своем послании относительно вполне конкретного времени. Зачем эту ошибку растягивать на века? Глеб, и вот тебе такое здесь заявление. Мне кажется, что у Глеба отсутствует стоп-кран. Где смирение, где богобоязнь, где робость перед Богом? И Олега здесь ободрили. Вот здесь немножко. Олег, тебе советуют сесть с Махненко напротив Махненко и подискутировать с ним о толерантности. Надеюсь, что это не сам Махненко прислал тебе сообщение. Дорогие телезрители, мы очень благодарны вам за участие. Я думаю, что на самом деле мы благодарны Богу за то, что в протестантизме очень хорошее правило, и можно всей семьей служить Господу. А братьям-католикам мы сочувствуем. И я вот точно считаю, что только особенные люди, которые индивидуально имеют от Бога призвание быть одному, и легко это переносят, как помазание, как дар у них это есть. Это здорово. Они могут тогда быть не связанными с житейскими делами, полностью посвятить себя для служения Господу. Но обычные люди, которые не имеют этого дара, он может иметь уют в семье, поддержку моральную, духовную, и выходить на служение. И, конечно, жена ему, скорее всего, поможет быть намного еще лучше. Наше время очень быстро бежит. Мы переходим к следующей теме. И это специальная тема о футбольных специальных молитвах. Давайте посмотрим. 11 июня в Южноафриканской республике стартует чемпионат мира по футболу. Духовенство англиканской церкви составило три молитвы, специально для болельщиков сборной Англии, в том числе и для неверующих, которые смогут читать во время предстоящих матчей. Автор молитвы, епископ Крайдона, считает, что имеет смысл иметь специальные молитвы для таких моментов, когда более половины населения Британии молится в одно и то же время. Также была составлена молитва для тех, кто не видит в спорте ничего святого и хочет избавить своих близких от футбольной зависимости. Молитва для тех, кто просто не интересуется футболом, подобна той, которая используется на собраниях анонимных алкоголиков. Известно, что во время прошедших чемпионатов мира по футболу среди английских болельщиков распространялись молитвы о выздоровлении Дэвида Бэкхэма. Также были популярны призывы к всемогущему простреть длань и сокрушить мощь Роналда и Ривалда. Знаете, я думаю, то, что они смогли сделать просто в церквах, вот помог футбол сделать, вся страна молится. Кто за что? Для каждого молитвы придумали. Как вы смотрите на это? Мне кажется, что действительно очень многие сюжеты, они показывают об отходе от какой-то чистоты веры. Да вот, кстати, я даже сам обнаружил. Когда люди отходят от веры за Костей Кинчевым, за Белыми ночами, за футболом, то именно в центре уже становится не вера, не Христос, а вот что-то такое, развлекаловка околохристианская. Ну да, и даже особенно меня насторожило. Представляете, молитвы такие. Да споткнется Роналда. С другой стороны, думаю, может быть, человек сидит, смотрит. И человек споткнулся, он говорит, да, точно Бог есть. Посмотри, Бог услышал. Нет, так оно, понимаете, Сергей, на самом деле, на самом деле, мы должны осознавать себя, что слова имеют силу. Слова имеют очень большую силу. А если когда человек с верой делает, то они имеют огромную силу. И поэтому для меня, честно говоря, я вообще посмотрел, мне не верится, что такое может быть. Ну да. Люди так любят футбол, что они готовы даже молиться. Я, честно, даже шокировал немножко этим. Я, конечно, люблю спорт, я спортивный человек, но как-то все это немножко жутковато. Ну, Писание по этому поводу говорит, что проклятие напрасно высвобожденное не состоится. Упорхнет, как птица, не состоится. То есть это точное место из Писания. А что касается вообще молитв, как таковых, закон, путеводитель ко Христу. Даже то, что уже вся страна начинает молиться, возможно, кому-то грозит принять искреннее спасение. У нас есть один звоночек. Давайте все-таки хотя бы один звоночек выведем. Сейчас как? Да, мы слушаем вас. Добрый день. Алло? Да, говорите. Алло? Говорите. Вы со мной, да? Да. Добрый вечер. Это я сама звоню из Казахстана. Вот они говорят... Очень кратко, сама. От нас очень мало времени. Кроме сегодня. Алло? Хорошо. Очень сложно. У нас осталось буквально несколько минут. К сожалению, сама. Вы очень поздно позвонили. Давайте мы договорим за вот эту тему. Я хотел вас спросить, как бизнесменам. А не похоже ли что-то у вас происходит, когда вы молите за бизнес? Ну, увидите. Допустим, вы настроите людей, я знаю, особенно... На самом деле, молись за бизнес, можно... Все, что самое главное в молитве, это воля Божья. Первое. Воля Божья. Не моя воля, но твоя. С этого слова, с этой линии начинаются все наши ночные стражи. Господи, ты хозяин, ты господин. Мы смиряемся, мы сокрушаемся, отказываемся от своих прав на себя, от своего видения и признаем его власть. И только то, что он открывает, это становится материалом для молитвы. И на самом деле, просто Бог нам открывает, что Иисус Христос, Дух Божий, желает двигаться там, где он раньше не двигался. В сфере экономики, в сфере бизнеса, шоу-бизнеса, в разные сферы общества. Это просто то, что Бог, Дух Божий открывает. А вы не молитесь о конкурирующих фирмах, допустим, да споткнется Роналд? Да, никогда в жизни. Наоборот, мы благословляем, потому что, когда наши партнеры заводят, говорят, а, вы знаете, Глеб, там вот они такое творят, наши эти конкуренты. Я говорю, ребята, вообще не смотрите на них, благословляйте и служите людям. В своих там бизнес-проектах. Бывает такое молитвы, даже мы молимся, действительно, имеем в виду, да будет воля твоя. Это, знаете, с одной стороны, это очень емкое слово, но когда по-настоящему имеешь это в виду, приходят неожиданные идеи. У нас мы недавно с Глебом тоже молились, если у нас по плоти нам хотелось наоборот проблемы нам делали, ну, как бы ответить. Но когда мы увидели, мы наоборот даже еще и пожертвовали людям. Понимаете? То есть воля Божья, она действительно как-то связана с Писанием, во-первых, и с любовью, и с каким-то, ну, такой, вот знаете, приобретением этих людей. Поэтому, допустим, я... То есть вольные молитвы это не то, да? Это просто... Это манипуляция, потому что на самом деле нужно учить людей в первую очередь, что молитва предназначена для того, чтобы в первую очередь она шла по воле Божьей. Нужно понять волю Божью. И уже узнав эту волю, молиться только этой молитвой, которая соответствует воле Всевышнего, воле Иисуса Христа. Я хотел веселую историю одну рассказать. У меня один знакомый мой, он там порядка 20 лет покаялся, ходит в церковь, да, и футбольный фанатик. И вот однажды у него пришло осуждение. Осуждение по поводу того, что он футбольный фанатик. Он мне рассказал эту историю. Он решил поститься и молиться, чтобы понять волю Божью по этому поводу. Не фанатик ли он? Он молился три дня, постился, на третий день Господь ему ответил «Шахтер-чемпион». Высли его веры, да? Хорошо. Я думаю, что нам понятно в основном, что вот футбольная тема это, я думаю, просто... Все нам позволить на себе, но ничто должно обладать. Когда стадионы забиты, а церкви пустые, значит, обладает нам это. Нет плохого, но все позволить на... Значит, церковь не из ничего не из солью. Да, не должно обладать нам это. А не проблема в... Вы знаете, я думаю... какой бы ни была церковь, все равно, лично, если у меня, ну, я уделяю там три часа футбольным вещам, я разговариваю с людьми, как они осведомлены. Верующий, верующий, кто как играет, я в болтах, я смотрю на них, думаю, ничего себе, а я спрашиваю лентарные вещи, а он говорит, а где это? Я говорю, это в Коране написано, в Библии, в Новом Завете, что они больше футбол знают, больше сводки, кто где играет, когда чемпионат, когда это, кто в какой группе, чем элементарные, ну, я не знаю, простейшие, духовные принципы. Я против этого, я против этого, ничто нам не должно обладать, Иисуса посадили на последнее место, на первое место посадили футболистов, политиков, бизнесменов, каких-то, Иисус на последнем месте, Иисус должен быть на первом месте. Вы знаете, я думаю, что он должен, он же за нас умер, он же за нас умер, он же, ну, Друзья мои, наше время подходит к концу, я думаю, что Бог сделал удивительные вещи, вот сегодня, вот программа, это проект пророческой журналистики, и вы знаете, что мы должны сегодня отметить, вот все темы, как-то неожиданно, они даже, не подходят. Почему закрываются церкви? Когда церковь теряет свою силу, теряет вот этот драй, вот эту страсть по Христу, все, открываются стадионы, и целебат отменяется, и футбольные молитвенные группы образовываются, то есть, понимаете, получается, что люди, от того, что потеряна сама суть, они всякие крайности упадают, а вот здесь люди нам просто... Как Сергей сказал, строить Венголовскую башню, как Сергей прекрасно сказал, что вот это действительно его резюме хорошее, но оно, как бы мы единоношно и хорошо не строили, оно... Да, я думаю, очень важно, чтобы сегодня мы, как христиане, друзья мои, я просто вдохновляю вас всех, и мы просто пророчествуем, что в Украине, в России, никогда нам не наступит время закрытия церквей, не наступит время каких-то таких, ну, странных действий христиан, когда они будут ударяться... нищие духом, нищие духом, нищие... Поэтому пусть Бог благословит, чтобы наши церкви процветали, чтобы мы были полны силы, чтобы мы знали, может быть, чуть-чуть о футболе и очень много о Христе, очень много о власти, его жизни, в каждой сфере. Поэтому мы просто благословляем вас, дорогие телезрители, мы вдохновляем вас участвовать в этих программах каждую пятницу в 20-30 по московскому времени мы выходим в прямые эфиры, и мы желаем... Наша цель, друзья, не просто развлекать, наша цель, чтобы христианство, русскоязычное христианство оставалось в силе Божьей, власти Божьей, ну, вот цельным оставалось, знало Бога и видело свою задачу на это время, чтобы мы не придумывали молитвы ни на футбольные чемпионаты, ни на олимпиады, ни на политические какие-то дискуссии, а просто молились от всего сердца, знали Бога и чтобы наши страны процветали, и чтобы церкви в наших странах, России, Украине, Беларуси, на всем постсоветском пространстве, все русскоязычные церкви в мире, мы больше, вот я настроен к русскоязычным, да, дружили, любили Бога, никогда не закрывались. Со столицей в Киеве. Ну, это я не говорю. А в Киеве уже, да. Пусть Бог вас благословит. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова